То, что между братьями принцами Чарльзом и Эндрю нет особой приязни и дружбы, известно давно. Всегда считалось, что это всего лишь ревность запасного Эндрю к наследнику трона Чарльзу. Однако писатель Найджел Каторн считает, что их отношения окончательно испортились, после того, как принц Эндрю вместо того, чтобы поддержать старшего брата, попытался воспользоваться ситуацией. Принц Эндрю попытался вытолкнуть принца Чарльза из линии наследования после его развода с принцессой Дианой и резкого падения популярности. В 1997 году Эндрю, как сообщается, предложил ему стать регентом принца Уильяма, если у мальчика возникнет в этом необходимость. Развод, скандал вокруг отношений Чарльза с Камиллой Паркер Боулс, уход из жизни принцессы Дианы, негативное отношение общества и возможная перспектива отречения от трона именно на этом фоне Эндрю предложил свои услуги принцу Чарльзу. Тогда достаточно серьезно обсуждался вопрос, что будет, если королева Елизавета II уйдет в мир иной. Чарльз решит отречься от престола на фоне тотального неприятия британцев, а принц Уильям будет еще несовершеннолетним. Принц Эндрю на самом деле при таком раскладе и стал бы регентом, согласно закону о регентстве, если прямой наследник трона несовершеннолетний, то регентом при нем становится ближайший в линии наследование престола член королевской семьи. Достигший 21 года, поэтому принцу Эндрю и не нужно было предлагать свои услуги. Но Найджел Каторн утверждает, что герцог Йоркский, заранее потирая руки, начал делить шкуру неу. Битого тигра. В то время многие задавались вопросом, кто будет править, если Уильям на момент ухода своей бабушки королевы будет несовершеннолетним. Заявил Найджел Каторн изданию Daily Beast. Возможно, именно тогда Эндрю и усмотрел для себя уникальный шанс на какое-то время стать правителем. Эндрю пытался вытолкнуть Чарльза с королевской дороги еще во время скандала с Дианой, задолго до их развода. Когда популярность Чарльза резко упала, Эндрю лоббировал дворец, чтобы именно его заранее определили в качестве регента Уильяма. Это создало трение между братьями, которые сохраняются и по сей день. В общем, неудивительно, что Чарльз не оказал Эндрю поддержки в нынешней ситуации, в которую попал опальный принц. Более того, именно он настоял на том, чтобы дело было как можно быстрее улажено, не доводя его до суда с Вирджинией Джуфри и не давая Эндрю возможности официально доказать свою невиновность. И речь тут, похоже, идет не только о том, что Чарльз соблюдал интересы монархии, но о давней обиде. Не зря принцесса Евгения в США летала. Уже 10 марта в Лондоне на нейтральной территории адвокаты Вирджинии Джуфри, предъявившей принцу Эндрю иск о том, что он трижды встречался с ней, когда она была несовершеннолетней, должны были допросить второго сына королевы. При этом официально заявлялось, что допрос будет продолжаться в течение двух дней. Кроме того, изначально юридическая команда Вирджинии Джуфри заявляла, что к суду могут быть привлечены экс-супруга принца Эндрю, Сара Фергюсон, а также его дочь Беатрис и невестка Меган Маркл. Позже от этих намерений адвокаты Гэжи Джуфри отказались, однако только что стало известно, ни допроса Эндрю, ни суда между ним и Вирджинии не будет. Издание The New York Times сообщает, что опальный герцог Йоркский и Гэжа Джуфри достигли досудебного соглашения. Совместное письмо об этом было передано адвокатами обеих сторон в суд Нью-Йорка. В письме, кстати, сообщается, что принц Эндрю намерен выплатить Вирджинии Джуфри компенсацию. Также он решил сделать благотворительное пожертвование в фонд, помогающий тем, кто подвергался сексуальному накелую. Суммы выплат не разглашаются. Интересное совпадение. Досудебное соглашение было достигнуто после того, как в США побывала дочь герцога Йоркского, принцесса Евгения. Якобы она приезжала в гости к кузену, принцу Гарри 13 февраля их сфотографировали на суперкубке по американскому футболу. Но все ли так просто? Не сыграл ли все же визит соскучившейся сестры к двоюродному брату роль Ширмы, за которой скрывалось нечто совершенно иное и Евгения стала тем ключом. Навсегда закрывшим замок на широко распахнутой двери, которая вела ее отца в зал судебного заседания, где его имя, а также и честь британской королевской семьи так или иначе были бы преизрядно запятнаны. Что вы думаете? Обсудим в комментариях. Что же при наличии нового миротворца, СМИ хотя бы отступится от Кейт Миндутон? Ведь до последнего времени именно супругу принца Уильяма в прессе называли главным королевским миротворцем, уверяя, что ей по силам даже склеить разбитые отношения между братьями Уильямом и Гарри. Правда, почему-то никто не спрашивал герцогиню Кембриджскую, есть ли у нее такое желание. Теперь после того, как принцесса Евгения побывала в США, Амид Скоби утверждает, что с мужем и сыном, но их никто не видел, и посетила вместе с кузеном. Принцам Гарри, суперкубок по американскому футболу, СМИ передали ей почетное право стать носительницей королевской оливковой ветви. Хотя опять же никто не знает, зачем на самом деле Евгения приезжала в Америку. Возможно уладить какие-то вопросы, связанные с иском Вирджинии Джуфри к ее отцу, принцу Эндрю. А общение с Гарри стало лишь дымовой завесой. Кстати, очевидцы утверждают, что на футбольном матче Евгения оживленно болтала с Гарри, а ее кузен едва отвечал и сидел со скучающим видом, насколько это можно было разобрать из-за маски. Между тем считается, что принцесса Евгения является одним из очень немногих членов королевской семьи, все еще близких с герцогом и герцогиней сасекскими. Редактор дневника Daily Mail Ричард Идден сказал, что принцесса Евгения и Беатрис являются двумя из очень немногих членов королевской семьи, все еще находящихся в дружеских отношениях с Гарри и Меган, добавив, что они могут оказаться полезными посредниками в бурные месяцы и годы, которые ждут сасексов и королевскую семью впереди. Встреча вызвала мысли о том, что Евгения может быть тем, кто исцелит раскол между Гарри и королевской семьей и у королевского писателя Фила Дампира, который сказал, если между Гарри и королевской семьей может быть эмиссар или посредник-миротворец, то принцесса Евгения вполне может соответствовать всем требованиям. Я уверен, что когда они встретились в Лос-Анджелесе, они поговорили о нынешней ситуации и я думаю, что Евгения попыталась как-то ее сгладить. Изначально, когда принц Гарри сообщил о своих планах женитьбы на Меган Маркл, в королевской семье и представить не могли, чем дело обернется. Однако БКС проявила современность и толерантность, не став протестовать против будущей невестки разведенной актрисы смешанной расы, которая на несколько лет старше принца Гарри. Более того, учитывая тенденции современности, королевское семейство отнюдь не было против того, чтобы Гарри и Меган, оставаясь работающими членами королевской семьи, выполняющими поручения монарха, одновременно еще немножко шили, то есть помимо этого работали на себя, самостоятельно и независимо от короны зарабатывая деньги. В частности, Меган Маркл предлагали не бросать ее карьеру актрисы, сочетая эту ее работу с деятельностью на благо британской монархии. Однако она отказалась, заявив, что готова отказаться от своей карьеры, чтобы как можно больше сделать для королевской семьи. Но и это не подразумевало полный отказ от подработок, хотя герцоги сасекские должны были следовать строго определенным правилам лорда Люка, которые появились после скандала с Софи, супругой младшего сына королевы Эдварда. Дело в том, что в первые годы своего брака Эдвард и Софи также пытались построить и свои независимые, в том числе и финансово, от королевской семьи карьеры. Им было это позволено, Эдвард пытался стать продюсером телевизионным и театральным, к сожалению, не слишком успешно. Софи работала в сфере пиара. Однако через два года после свадьбы она допустила крупную ошибку. Ее и ее компаньона СМИ заподозрили в злоупотреблении Софи королевским статусом. Пара, чтобы добиться контракта, упирала на королевские связи и возможности, однако Софи и ее компаньон даже не подозревали. Что деловую беседу ведут не с помощником шейха, которому понадобились услуги пиар-агента, а с репортером News of the World, который записал их разговор. А Софи? Она наговорила лишнего, вся эта история долго смаковалась СМИ и вызвала негодование у публики. Королевский историк Марлен Кёник рассказала экспресс. UK, журналист News of the World с его фальшивым шейхом, конечно, подставил Софи. Но с другой стороны, ей все же не стоило болтать слишком много. После скандала Эдвард и Софи решили отказаться от попыток заработать самостоятельно, к тому же оказались на грани банкротства, стали работать исключительно на королевскую семью. К тому же это было время золотого юбилея, и королева согласно сообщениям прессы хотела, чтобы Эдвард и Софи взяли на себя больше обязанностей, связанных с мероприятиями ему посвященными. Однако с учетом этой ситуации были разработаны руководящие принципы лорда Люка. Правила предусматривают, что любая новая предпринимательская деятельность королевских особ должна быть одобрена сувереном. В соответствии с руководящими принципами предприятия должны обеспечить, чтобы персонал не использовал статус королевской семьи. Лорд Люк сказал журналистам в то время, члены королевской семьи должны по-своему используя свои собственные навыки, иметь возможность внести свой вклад в свои собственные финансы. Королева считает, что общественность уважает это и понимает современные стремления некоторых членов королевской семьи сделать это. После того, как Софи и Эдвард отказались от своей карьеры за пределами королевской семьи, руководящие принципы Люка никогда не использовались. Однако они были предложены в качестве базиса для жизни и работы герцогов сасекских после свадьбы. Однако Гарри и Меган от них отказались, а сейчас и совсем их не учитывают.